Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о своём самодельном кассетном плеере. Усилитель воспроизведения в нём собран на основе микросхемы LA-4582C, которая позволяет плееру питаться всего от двух пальчиковых батареек. Лента-протяжка взята от старого диктофона. Переделаны крепления магнитной головки. Корпус металлический с пластмассовыми вставками, донором для которого послужил старый блок питания. На боковой панели мы можем видеть клавиши управления лентопротяжным механизмом. Клавиша записи осталась здесь от диктофона, но был удалён магнит, стирающий запись с ленты. Также у плеера есть функция усиления низких частот и ограничения громкости. Ну и также мы можем видеть колёсико регулировки громкости и разъём для наушников. Теперь как звучит этот плеер. Да, качество звука не на высоте, но для кустарной сборки приемлемо. Перейдём к разборке. Разборка начинается со снятия защитной крышки кассетного отсека. Откручивается винт крепления текстолитовой рамки. Откручиваются три чёрных винта. И боковая пластмассовая панель снимается вместе с рычажком фиксации защитной крышки. Откручивается ещё один винт крепления текстолитовой рамки. И она снимается вместе с пластмассовыми панелями. Убирается быстросъёмная металлическая крышка. Откручиваются два винта крепления пластмассовой панели. И она снимается вместе с текстолитовой рамкой. Для дальнейшей разборки отпаиваются провода, идущие к магнитной головке, батарейному отсеку и вспомогательной плате. Убирается плата усилителя воспроизведения. При её изготовлении дорожки наносились вручную фломастером. А более мелкие получались путём наклеивания медной проволоки. Далее отсоединяется батарейный отсек. Откручиваются два винта крепления магнитной головки. И она снимается. Так как это прототип, плеер был сделан монофоническим, и была использована соответствующая магнитная головка. Откручивается и снимается боковая металлическая рамка. Теперь откручивается шесть латунных винтов. И боковая металлическая панель снимается. А вот как выглядела главная рама, в которой крепится лентопротяжка на этапе сборки. И как она выглядит сейчас. Спасибо всем, кто посмотрел этот небольшой обзор. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok